Девушки отдыхают 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 И чтобы себя зарекомендовать со всех сторон, нужно уметь что-то еще плюс. То есть вы фокусы показываете и огонь зажигаете? В принципе, этой программой «Мистери» мы хотели показать синтез всех таких стилей, и именно сочетать это все в одном концерте, чтобы была и акробатика, было и тело. То есть современные танцоры должны быть и фокусниками, и акробатами, и драматическими артистами. Это в первую очередь. Нет, пожарниками нет. Как вы пришли к огню? В принципе, испокон веков, из древности огонь охранял наш очаг и давал пищу. И, в общем-то, я с Ташкента, мы с Ташкента, как у бухарских евреев, огонь – это всегда было неги тайнара. То есть это было связано с тем, что глаз очень влияет на человека, на его энергию. И когда мы взяли огонь на сцену, нам это помогает, в общем-то, защититься. Это вдваивает энергию. И красота. Огонь всегда в себе таит таинство. Это очень красивые. Свет, я смотрю, что вот интервью, да, Даниэль на себя берет в основном. Как в танце, идет за партнер, я стараюсь не мешать. У вас пассивная роль? Нет, абсолютно нет. Нет, у меня, наоборот, вдохновляющая роль. Это наш муза. Вообще нас таки называют, в общем-то, две половинки одного животного. Так что он чувствует мои импульсы, поэтому я в основном с ним согласна. А вы, господи, втроем работаете? Втроем, да. Сегодня мой братишка Денис, наш третий участник, просто занят. Поэтому не смог с нами присутствовать. В общем-то, это трио. Насколько тяжело было приручить огонь, да? Приручить его до сих пор невозможно. То есть на секунду отвлекся, и у тебя просто ожоги третьей степени. То есть вы это прошли? Мы каждый день это проходим. Все ожоги каждый день? Ну, в принципе, не каждый день. Вы старались еще избегать. Избегать, но огонь... За счет чего их можно избежать? Не работать там. Осторожно. Не засматриваться. Не засматриваться по сторонам. Потому что огонь – это такое явление природное, что оно может, как сказать... Понимать самые неподконтрольные, да. То есть уже постоянно быть в постоянном тренинге. Посмотри на мышцы. В постоянном тренинге. Ну, это не связано с огнем. Это тренинг для того, чтобы просто выглядеть, как наши учителя говорили, что искусство требует жертв. Главное, чтобы это не были наши зрители. И есть у нас преподаватель Александр Зинович. Он всегда говорил, что если мужчина выходит на сцену, он должен все-таки выглядеть мужчиной. Даже если он танцор. Вы выглядите шикарно, как мужчина. И Светлана шикарно, как женщина. Как вы поддерживаете форму? Ну, в принципе... Спорт? Обязательно спорт. Спорт, тренаж. Тренаж классический. Что такое классический тренаж? Это у станка? Это у станка, хореографическое училище за нашими спинами, институты культуры, московский, ташкентский. А, серьезная подготовка? Я уже четвертое поколение танцоров в семье, поэтому идет оттуда. И те поколения, наверное, больше все-таки ташкент, народные танцы были, да? Народные, классические. То есть классический танец – это база. То есть без этого ни один танцор просто не начинал день. То есть классика – это было как основа. Прие, батман. Обязательно, безусловно. Хотя я закончил народное отделение узбекское. В принципе, меня хотели взять театрного имена классическим танцором, потому что по формам. Это, собственно, нам и дает возможность работать в разных стилях. А где вы познакомились? Он все о себе, да о себе. Где вы познакомились? Во-первых, мы учились... Мы с одного училища. Мы с одного училища. Вот. И потом мы разъехались. Она уехала в Московский институт культуры, я в Ташкенте. Вот. И вот как бы круг сделали, и завершился здесь круг. Встретились здесь. А, встретились здесь. Да. А должна быть какая-то химия у танцоров? Вы муж с женой работаете вместе. Как бы должно быть что-то такое, что... А это не то, что должно. Это просто сразу люди говорят. Без этого просто невозможно. Во-первых, язык – это... Не только что вместе работаем. Язык – это... Танец – это язык, самовыражение. Собственно говоря, а танец – это продолжение нашей жизни. Это не отдельная семейная жизнь, не танец. Это все вместе. Как говорят в народе, в принципе, муж с женой похожи. Да? Так же и в искусстве. Если, например, человек работает с партнером, он уже просто чувствует. И партнера... Мне все время говорят, Даниэль, как ты можешь 24 часа с женой находиться рядом? А у тебя просто нет. Это вот как кольцо, там, как серьги, да? Вот 24 часа. Как наручники, да? Да. Нет, ну, наручники – это... Как браслеты. Это тем, кто действительно тяжело это время. Кто как воспринимает. Вот. А то, что мы все вместе, у нас все время рождается что-то. Вот на данную минуту, и мы сразу же это пробуем. И это легче. И это проще. Собственно говоря, все наши танцы мы никогда не планировали. Они вдруг рождаются. Вдруг, например, у меня какое-то секундное желание. Я хочу летать. Летает она много. Он это запоминает. И потом я начинаю летать. Летать в воздухе, в фокусе, летать на поддержках. Я хочу много костюмов. Ну как за один танец я могу переодеться? Вот, пожалуйста, у нас сейчас есть новая программа, где мы меняем 16 костюмов за 3 минуты. Поэтому у меня... Я слышал, что там это весит очень немало, да? В принципе, да. Это света на свете, в принципе, где-то килограмм 13. И при всем при этом еще надо танцевать. И причем танцевать профессионально. По поводу танцевать мы сейчас как раз посмотрим больший сюжет в нашем танце. Давайте посмотрим еще один отрывок из вашего выступления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова От танцев мы плавно переходим к рекламе и новостям. И вновь встретимся с вами через несколько минут. Реклама и новости. А я напоминаю, что у нас в студии Светлана и Даниэль Виньямин профессиональные танцоры, потрясающая красивая пара, на мой взгляд. Спасибо. Ребят, новые проекты. Увидим мы что-то новое. В принципе, да, новых проектов очень много. Сейчас мы хотим сделать на воздухе очень красивый дуэт. И хотим сделать дуэт с Денисом. То есть, с огня, с земли, с воды подняться на воздух. Но это мечты. И, в общем-то, я надеюсь, что они, в общем-то, сбудутся. И, в принципе, самая большая наша мечта. В принципе, такие площадки, как Лас-Вегас, в принципе, Европа. Куда, в общем-то, наши... И желаем. Успехов, ребят. Спасибо большое. Спасибо огромное. Вам тоже. Спасибо. Ну, на данную минуту мы вроде обсудили все темы, которые запланировали на сегодняшний день.